Огонечек есть? Огонечек есть. У меня, по крайней мере. Все, супер, ребята. Всем привет. Мы вас рады видеть в очередной раз на нашей уже невероятно какой встрече каждый раз, когда мы проводим в конце месяца. Но сегодня такое интересное стечение событий, да, что не конец, но и не совсем еще начало прям такое полноценное, поэтому будем считать, что сегодня почти-почти последняя дата месяца марта. И мы с вами сегодня собрались, как всегда, Диана, Илья и я, Денис, поболтать, что творится вокруг проекта Аркона, узнаем, как прошел для нас всех месяц март, обсудим, поговорим и, конечно же, ближе к концу данной сессии мы с вами пообщаемся вживую. Вы зададите все те вопросы, которые вы хотите задать, и мы также посмотрим по чату, кто оставлял с хэштегом. Да, Ама, по-моему, если мне не изменяет память. Вот. Те вопросы, которые вы оставляли. Как всегда, мы начнем или сегодня по-другому. Хотите сегодня вот пойдем через маркетинг, через Диану, чтобы у нас она начала, а Илья как раз закончит своими новостями. Мне кажется, это будет интересно. Не слышно. У тебя микрофон, возможно, отключился. Именно телеграмовский. Да, да, я как раз хотел сказать, что ты настоящий профессионал, ты просто чувствуешь действительно, что нужно делать. И именно Диана сегодня будет зажигать. Отлично. Супер. Диана, тебе слово. Месяц март, первый весенний месяц. Надеюсь, мы сегодня растопим сердца многих людей, по крайней мере, приятными, замечательными новостями. Как он прошел с твоей стороны, со стороны маркетинга? Куда Аркона двинулась? Какое направление смотрит? Давай, Дерзо. Ну, я думаю, что все заметили прекрасное продолжение работы с соцсетями. От нашего комьюнити, да, про замечательные хроники Арконы, по которым уже мы видим в чате, что люди к ним привыкли. И это как зубы чистить. С утра встал, разместил 4 поста и пошел дальше. День уже удался. Это, конечно, хорошо приводит к поисковой выдаче, к статистике. Замечательно заработала, нет, худо без брака, сеть ВКонтакте. Она для всех, наверное, заработала. И у нас тоже мы довольно, даже как-то раньше ее и не вели. Сейчас не то, что введем. Она прирастает, там происходят интересные эвенции, замечательно выдается самоходы, опыт. Всем нравится. И это, я думаю, очень хорошая история. И от комьюнити начала, да, маркетинг с комьюнити. Также интересная вещь, которая у нас случилась снова, это передача работы с видеоконтентом. В руки комьюнити, в руки студий. Мы постараемся совершенно отойти от этого и вырастить таких настоящих двух, трех или сколько выйдет издателей. Два уже есть, мне так наверняка она подходит. Которые смогут делать заказы у комьюнити, собирать бюджет и настоящий такой продакшн. Нам кажется, это очень-очень такая перспективная история, в которой мы вообще не будем участвовать. А теперь, что касается партнерских историй. Одну из которых, так не знаю, насколько замечена она была или нет, мета-альянс. Я, наверное, расскажу поподробнее, что это такое удивительный мета-альянс. У меня такого не было, и вот опять это настоящие американские американцы, которые к нам подключались в Фейсбуке, когда увидели наш пост с билбордами, видеобилбордами. Они очень сильно этой историей впечатлились. В принципе, это американские бизнесмены, банкиры, которые верят в децентрализацию. И они делают сейчас DAO. Они умудрились зарегистрировать домен мета-бук за два месяца до бума. Метавселенные мета-бук за три месяца. То есть такие ребята, скажем, очень внимательно слушали Цукерберга. И они сейчас собирают именно тот самый мета-альянс из различных метавселенных. Не только метавселенных, но в принципе децентрализованных компаний, связанных с метавселенными. АР, СВР. Для чего? Это, в принципе, такое, скажем, о коня себе говоря, да, ну, понятно, формирующаяся история, маркетинг, децентрализованное маркетинговое агентство, в котором будет равное участие всех, заинтересованное, и равное распределение доходов. Естественно, как вы поняли, почему они нас увидели и пригласили, за счет того, что у нас практически уже создана настоящая планетарная рекламная сеть. Дело замало сделать рекламный кабинет, чтобы человек просто там двумя кликами размещал, где ему хочется, какие-то вещи. Естественно, это очень интересно для наших землевладельцев, замковладельцев, да, чтобы на их местах было больше посещений, и рекламодатель хотел разместить рекламу именно там. Они, знаете, очень имеют хорошие связи с американскими инфуэнсорами, и когда мы им показали нашего персонажа из Петрозаводка, помните, у нас там Окея снят такой у нас, говорящий на русском языке, ну, на русском, ничего, у нас Фортнеггер уже снят от 3D, так что будет рядом с вашим стоит. А вот, так что они, у них такой вот интерес именно размещение, как теперь, неужели по всему миру, но начинать они хотели с Америки, теперь они могут вести вот таких вот персонажей, и видеоконтент, и обычные баннеры. Так что сейчас мы с ними на стадии какой-то определенной такой интеграции, понимания их запросов, запросов их потенциальных клиентов. При этом они понимают, что еще у нас не очень большой объем пользователей, и заинтересованы нам его увеличить. Вы уже видите, что несколько статей вышло в американских изданиях. Это Тир-3, в принципе, Тир-2, Тир-1 впереди, конечно, для того, чтобы уже о нас многие узнали. И я не буду называть какие компании, они считают, будут нашими ключевыми брендами клиентов. Пока не буду, потому что на этом на стадии тех ранних переговоров. Но вообще, ребята, очень интересно, мы все понимаем, да, что американцы, они боги в маркетинге, в прорежении, и тут с ними даже сложно тягаться. Но они очень были впечатлены нашей технологической историей. Так что вот это, может быть, так немножко проскочило мимо в новостях наших. Эта история, она довольно такая далеко идущая, и дающая профит нашим землевладельцам. А подскажи, пожалуйста, вот сейчас буквально у меня такая мысль возникла. Их именно заинтересовало то, что помимо того, что это метавселенная именно в дополненной реальности, их очень впечатлили именно возможность установки видео билбордов с некой рекламой и возможностью рассказывать там о различных проектах, которые могут приходить. Да, это вот прям основное, что их прям зацепили. Да, смотри, они так позиционируют себя, как, сейчас тоже, опять же, понятно, на хайпе немножко, ребята, здоровый образ жизни, чистая экология, чистая экономика. Им очень нравится, что мы, ну, не надо строить ничего, не надо делать ничего, да, то есть это все, скажем, такое в воздухе, но при этом ты разместила ту рекламу. Они не только про рекламу, но, в принципе, понравятся быстрым размещение любого контента по всему свету. Собственно, вот эта история, но для них как бы стандартная понима, понятно. Вот этот билборд, билборд есть в обычном мире, билборд есть в Air, классно. Поэтому это вот то, что, да, это на что они зацепились. Сейчас мы с ними обсуждаем другие возможности формы, на то, на что они к нам зашли. О пользе Фейсбука и информационных постов в соцсетях. Слушай, звучит очень приятно. Я надеюсь, что они будут наш проект форсить, насколько это возможно, продвигать. И было бы отлично, конечно же, чтобы большие бренды заходили. Также меня интересует, они говорили о конкретно каких-то землях. Ну вот уже к вам был заход там, например, в США, где-нибудь в каком-то штате, они вот хотят выкупить огромную площадь и, например, с ними... Смотри, мы сейчас с ними прорабатываем систему не столько выкупа земель, сколько, ну вот рекламодатель, он поставил здесь, проработал, убрал. То есть, скорее всего, будет работать и в системных землях, и на землях землевладельцев. Больше вероятно, как рекламный кабинет. Ну, мы сейчас еще, вот как раз на момент интеграции. То есть, про какие-то земли они спрашивали, да. Были там такие интересные заходы, забавные, американские. И про что-то... То есть, сейчас вот идет притирка, да, но они очень быстрые. То есть, буквально с момента, не знаю, здрасте в Фейсбуке до момента подписания меморандума такого общего слоя прошла неделя. И, ну, это я считаю вообще прям... При том, что мы в него вносили какие-то правки, они на них быстро реагировали, какие-то обсуждения проходили очень-очень моментально. К чему мы придем? То есть, у них амбиции огромные. То есть, ребята с деньгами... Когда я сразу им сказала, ребят, ну, вот прямо сейчас мы там то-то не можем, это не можем, там, это не будет. Говорят, ничего, они очень такие быстрые. Ну, судя по тому, как они успели зарегистрировать домен мета, бук, мета, нет. У них несколько сметок этих зарегистрированных названий, два месяца до бума. Ну, в общем, они с МФТ хотят их все, что самое такое сейчас актуальное, модное. Ну, и у них очень-таки правильные децентрализованные понятия, которым мы с ними сошли. Это просто супер. Мы будем ждать от них уже готовых кейсов. Вы обязательно выкладывайте в нашу общую группу, в канал, когда они что-то придумают. Ну, я думаю, что те же самые участники активно из нашего сообщества, которые знают английский язык, будут не про... Ну, прочь помочь, если что, в создании какого-либо контента, либо... В общем, на общее дело, я думаю, мы все будем настроены по-любому. Супер. Что еще новенького, помимо такого... Хотя то, что ты достала, вот этот туз в рукаве, который вроде бы как бы и действительно прошел как-то тихим таким сапом, на самом деле это уже хватает на целую месячную такую дозу информированности. Но мы же люди, мы хотим все больше и больше поглощать, поэтому давай-давай, засыпай нас еще новостями. Да, между прочим, как раз в англо-чате на эту новость даже больше отреагировали. Просто мы не оценили, какой-то там калифорнийский журнал, что это такое. Ну, как бы не впечатлило, да, в англо-чате отреагировало даже побольше. Не тут. А что еще? Ну, все видели новых авокадо смешных в нашем мире. Это первый шаг к той игре, в которую мы пока не будем в подробностях сейчас вот... Ну, это то, что... Это будет точно play turn. Абсолютно точно. Все видели, что в пузиках смешных авокадо живут токены наши и токены проекта Envelope. Так что в любом случае в течение, я надеюсь, месяца ребята там Envelope досчитают всю свою токеномику, додумают механику и запустится эта игра, в которой смогут зарабатывать, естественно, и уже те, кто... Имеет больше шансов, что уже хорошо знает, как работает приложение и как с ним взаимодействовать. Старт будет в нескольких... То, что можно сказать, это будет точно Россия и, ребята, еще сильная комьюнити в Бразилии. И, по-моему, они что-то про Америю в Грибе, но не уверены. Но Россия точно. Скажи, пожалуйста, это ориентировано больше на ту сторону или это одновременно? То есть участники и мы, как сообщество Аркона, тоже можем участвовать, вот, зарабатывать их внутренне. А так это в нашем приложении, в первую очередь. Конечно, смотри, ты же заходишь в мир и ты видишь вот этих вот авокадиков. Это же в нашем приложении все размещено, поэтому здесь как раз и была основная идея кросс-маркетинга. Совместить их комьюнити, наш комьюнити и наращивать его вместе. Пусть ребята будут вкладывать маркетинговый бюджет. То есть у нас здесь такой гин-гин, да, мы даем технологическую сторону, мы даем платформу. Ребята вкладывают маркетинг, бюджет на раскрутку этой игры, ну, по этапу, да, сначала MVP, каких-то несколько годов, потом больше-больше, здесь все хорошо получается. Но мы в любом случае с вами в плюсе, потому что закачка приложения нашего идет, и вы первые, кто сможет начать ходить, потому что, повторюсь, вы уже знаете, как работает приложение. Поэтому маркетинг всегда в плюсе. Только такие коллаборации нас интересуют, иначе зачем? Замечательно. Будем посмотреть за этими замечательными фруктиками авокадо. Будем, насколько это возможно, забирать у них. Ягода, не знаю, кто авокадо. Ну, со стороны мне больше похоже, как будто такое, авокадо на диете, пускай будет так. Так что с удовольствием примем новых гостей нашей метавселенной, пускай обязательно приходят и с неким добром, наслаждением получают удовольствие. Супер. На секунду скажу, что восторг был от, вот, видео, которое сделали, да, у нас было на шортс, задание от анвелопа, они были в полном восторге от нашего креативного комьюнити, насколько мы классно делаем, они действительно долго выбирали, кого наградить. Есть, кстати, призы все розданы, список призеров, чтобы вы можете проверять, у вас уже на кошельках живут их вратят токены. Как они выглядят, я не знаю, но живут. Вот, поэтому, да, они были вообще потрясены, насколько у нас весело, поэтому я думаю, что будет хорошая партнерочка. Я не могу тебя не спросить от лица тех, кто заинтересован в токене только как в некой прибыли, и, естественно, людей день за днем все равно так или иначе интересуют новые листинги на централизованных биржах. Как вообще вокруг токена идет развитие по увеличению цены на данный момент? Значит, по биржам процесс идет. По цене увеличения мы работаем вместе с вами все. Над новым фармингами, над увеличением ликвидности, что, естественно, влияет на цену токена. Я думаю, одно из событий, которое скоро должно повлиять на цену токена, как бы все знают, большая часть видов живет на Банкоре, и Банкор планирует в мае, мы планировали в апреле, теперь на мае перенести, ну, как у всех разработка, введение протокола в А3. Сейчас там очень, конечно, высокие комиссии, поэтому, да, с маленькими суммами там быть неинтересно. В этих пулы, когда они делают протокол в А3, комиссия резко снизится, они планируют, что очень сильно подрастет их токен, поскольку большая часть ликвидности нашего токена живет там, естественно, и наш токен тоже подрастет. Вот такая задержанная информация. Супер. Но я еще из тебя вытяну относительно токенов, раз ты уже сама обозначила, что мы, как сообщество, наращиваем ликвидность в разных сетях. Естественно, разные и большие киты в виде шреддера и другие люди говорят о том, что в Минтере вы планируете запустить новый фарминг уже не к долларам USDT, а к BNB, и вы запустили на Binance порчения, на Pancake, именно связанные с эфиром, чтобы можно было фармить карточки для сбора серебря. Расскажи тоже, пожалуйста, об этом поподробнее. Что же такого будет еще дополнительно интересного в BNB? То, что вы можете озвучить здесь сейчас. Ну, я расскажу только то, что будет еще в Минтере, поскольку заканчивается одна ферма на следующей неделе, то будет новая, не расскажу какая. И тоже, ну, БСК будет новая, и тоже не расскажу какая. Вот так. Но точно будет еще две фермы. Они будут с очень интересными, классными условиями, с очень хорошей доходностью. Красивые таблицы все посчитано сейчас осталось. Ну, так, мелочи. Так что будет много чего очень интересного для поддержки и увеличения ликвидности, для поддержки цены токена. Так что, я думаю, этот квартал будет очень-очень хороший. Ну, и в целом, крипта пошла вверх, мне кажется, весна. Крипта весна потихонечку началась. Так что, очень мы оптимистично настроены. Диана, спасибо большое тебе за оптимизм, конечно же, за новости. Я думаю, что теперь стоит помурыжить Илью. Если что, обязательно тебя выдернем, и ты не стесняйся и вставляй все, что посчитаешь нужным в наш разговор. Илья, ну, давай с тобой вещать, разговаривать. Прошлый раз мы с тобой держали пальчики, что за месяц удастся опробовать регистрацию с помощью криптокошелька, но не получилось. По крайней мере, у нас, как у пользователей, на данный момент за месяц это попробовать. Расскажи, почему? Немножко нам пришлось заниматься чуть другими вещами, которые позволят нам с вами чувствовать себя более безопасными в будущих условиях, изменившись. В том числе, мы немножко переработали нашу концепцию макетболиса. То есть, надо принести несколько интересных вещей. Я думаю, что мы как раз когда начнем тестировать, мы сможем их увидеть. Тоже пока не буду глубоко входить в эту историю, но, как я вчера сказал, да, вы не успели протестировать, но 31 числа мы все-таки запустили тестер Marketplace и тестируем его сами. Мужественно, да, да. По крайней мере, первый, его начало положено. Мы на следующей неделе будем приглашать вас присоединяться, потому что, ну, я вот сейчас, как бы, гифочки сброшу от того, что у нас уже есть. То есть, сейчас это все очень, совсем сыро, поэтому я не хотел на этом уровне сейчас входить. Вот. У кого-то зависло телега, надеюсь, не у всех. Денис, ты с нами? Да, 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 я с вами. Я просто сейчас хотел вывести эту гифку, чтобы все могли посмотреть. Да, я сейчас еще, да, ты можешь эту гифку вывести, я еще парочку сейчас заперну, чтобы вы увидели, чем мы промышляем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты можешь пока продолжать? Я слушаю и все мы слушаем, я просто пока активирую то, что ты показываешь в чате. Ну, отлично, да. То есть, собственно, вот так на сегодняшний момент выглядит часть нашей регистрации, то есть мы подключаемся через веб-кошелек, через криптокошелек по протоколу Web3 и открывается наш профиль. И мы можем здесь с вами добавить свой титул. Бароны, графы и другие дворяне могут быть радостно узнать, что теперь их титулы будут видны, они будут работать, будут добавляться в их профиле прямо в описании. То есть, вы добавляете свой никнейм, вы вставите свою фичу, картинку, аватарчик, да, и свой титул. И вот уже, собственно говоря, сформировано ваш профайл, и вы добавляете, здесь есть строчка добавить... Так, да, мы подключаем мобильные приложения на таунт, то есть есть такая строчка, видно. Вот, и таким образом профайл сформированный будет. И когда вы можете переключиться на следующее, любую из картиночек, группы, которые я прислал, там видно, что собственник подписан, то он, барон, условно говоря, джон, там и так далее, да, можно видеть, на ваших землях будет кому-то принадлежать эти земли. Ну и, собственно... Я потранслирую экран, где ты рассказываешь о конкретных землях, вот показано на экране. Землевладелец владеет, и, грубо говоря, здесь мы можем фильтровать по стоимости, и это уже получается как маркет, да, то есть вот эти цены указаны именно на те земли, которые выставлены на продажу. Здесь цены, которые выставлены на продажу, или цены, которые были зафиксированы в момент покупки, да, то есть он так же, как на OpenSea сейчас работает, например, такая же история, да, то есть последняя цена, либо установленная хозяином в земле, либо за которой она была. Это понятно. Да, и тут вы видите, что можно, что тут видно. А я сейчас следующий включу, следующий фрагмент включу, еще третий, то, что ты выкладывал. Да, здесь уже видно, что мы можем, и что в этом блоке видно, что мы можем уже объединять земли просто в бандлы, и не просто в бандлы, а уже в домены. Соединять их в те домены, которые у вас есть сейчас. А, вот, you might have a domain, ага. Да, вот видите, что мы можем, если у вас есть домен, токен домена, то вы имеете право, соответственно, объединить земли этим доменом. Ну, собственно, нажимается, объединение случается, и у вас, собственно говоря, вот получается, как мы говорили, да, земли входящие в домен, домен, и в следующей итерации будет уже добавление к домену контента, то есть замков и так далее, да, то есть все иерархии. Я правильно понимаю, что там на техническом уровне сделано, что, ну, нельзя объединить, то, что, по сути, нельзя объединить. Ну, условно говоря, домен барона нельзя объединить с знаменем, там, я не знаю, рыцаря. То есть это чисто, вот, вы прямо именно сделали, что четко все должно вот соединяться в одно. Да, если у вас есть домен, домен – это уникальная единица, да, которая позволяет объединить группу земли, собственно говоря. Чтобы вы понимали, если у вас есть титул, титул распространяется на все ваши владения, а домен – это конкретно локация какая-то, да, которая становится новой сущностью, новым токеном. То, что наши коллеги Манвелл называют браком NFT, ну, вот у нас таким образом это будет реализовано на нашем Marketplace, они будут обменяться, и то, что, по-моему, мы сегодня пост опубликовали, наши разработки, пользователи смогут выбрать в дальнейшем блокчейн, в котором они хотели бы эту NFT-шку сохранить, новую, да. У нас сейчас с вами есть те земли и те домены, которые мы уже выпустили, но земля большая, поэтому доменов мы будем производить большее количество, постепенно наращивая, ну, вы будете их сами, скажем так, производить, когда вы хотите новые земли объединить и получить новые домены, да, и новые земли. И вы будете выбирать сами для себя, в каком блокчейне NFT-шке эти хранить. Ну, как сказать сами, из тех блокчейнов, на котором будут реализованы наши контракты, понятно, да. То есть сейчас это эфир БСК, я думаю, что мы подключим коллегон в этом году, но если у нас вдруг Минтер тоже спустит на NFT, то мы его подключим тоже в этом процессе, можно будет сюда отправлять. Вот, это довольно мощный уже, как бы, сейчас прорыв, сейчас я посмотрю. То есть мы... Давай ты пока смотришь, я кое-что... Сейчас, секундочку, во-первых. Нам всем аплодисменты, вы большие молодцы. Да, большие молодцы. Это приятная новость, по крайней мере, вживую увидеть то, что последние месяцы обсуждалось, только вы где-то для себя видели, может быть, кто-то укоротко видел различные скриншоты, но когда ты это видишь уже воочию, и что в ближайшее время мы все сможем это пощупать и все эти NFT в одну, в другую соединять, ну, это, конечно же, прекрасно. Аплодисменты еще раз, так что те, кто... Ну, я бы не сказал, не верил, но вот уже ближайшие доказательства, они на подходе. Я заметил одну интересную... Можно сказать, посмотри, я сейчас еще выбросил тоже еще одно видео, по-моему, да. Это как раз так будет, как работает уже карта. Я сейчас сохраню. Ты пока можешь рассказать, я заметил, на первом видео, который показывал, где именно речь шла о профиле, там есть кнопочка премиум. Расскажи, пожалуйста, о ней поподробнее. Что это такое за отдельная такая частичка уникальности и индивидуальности? Не секрет, что иногда людям нужны вот некоторые вещи, как размещение рекламы, какого-то специфического контента и так далее, да. То есть здесь будет, ну, это, скажем так, обычная подписка, да, которая позволит оказывать поддержку людям, которые заинтересованы в каких-то своих коммерческих проектах, реализации своих собственных идей. Мы просто будем их поддерживать. Но это, конечно, будет стоить некоторое количество денег, не очень много, но такая годовая подписка на обслуживание на сервис. Детали тоже будут появляться. Ну вот, видишь, Максим уже знает, что эту кнопку для него, молодец. И не только ты один, у нас еще есть люди, которым будет интересно тоже заниматься своими собственными вещами и получать поддержку от команды в течение коротких. А смотри, вот это Marketplace, это прямо внутри приложения будет, мы можем заходить? Или это пока десктопная версия, просто с подключением через криптокошелек? Смотри, у нас через приложение мы не будем заходить. Десктопная версия – это наш ресурс управления землями и контентом, покупкой и продажей земли. То есть нужно будет приходить на портал и, собственно говоря, при помощи его управлять своими территориями. А приложение – это, по сути говоря, просто вьюдер, браузер. Ну, как бы наш собственный фром, да? Или интернет-эксплойер, только Аркона-эксплойер. Мы из него, кстати говоря, вы увидите, постепенно будем убирать некоторые лишние опции, некоторые лишние функции, переносить все в мир дополненной реальности. Вот уже в ближайшем обновлении вы увидите то, что тоже новенькая галерея, в которой раньше были картинки. И я больше не буду с картинками, она будет реально. Вы будете видеть перед собой стеллаж с вашими моделями, с вашими МФТ-шками, который будет загружаться прямо, когда вы хотите увидеть свой набор, тот, что вы владеете своего контента, вот он будет вам перед вами. Мы сейчас как бы реализуем формат, который вы можете установить, покрутить, подвигать и сохранить. Это как раз движение к управлению контентом через приложение. Никому все, наверное, наши охотники и участники видели наши замечательные стенды, где предлагается арендовать землю за одну золотую монету. Я так думаю, никто этого не делал. Но возможно, что в скором времени не придется, потому что мы будем внедрять различные элементы игровые, которые можно будет ставить на землю. Ну, например, просто даже башни, замки и так далее, но какое-то время можно будет... Вы же их владеете, не обязательно будут покупать, может быть, землю, но обязательно нужно будет, чтобы поучаствовать в охоте, на сокровище, поставить свою собственную башню, зайти туда и переодеться с одним настоящим мастером. Ну, это так, чуть-чуть из возможностей, которые будут в перспективе, да? Ну, давай мы далеко уплывать не будем, раз уж ты затронул замки и драконы. Многие, я думаю, все уже заметили, потихонечку в чате начинают задавать вопрос. У меня есть замок, у меня есть земля, есть домик. Ну, когда? Когда уже можно будет это все потрогать, эту серебрышко забрать и, наконец-то, не увидеть дракона, который все это будет либо забирать, ну, или, по крайней мере, того, кто будет защищать, увидеть, наоборот, его? Драконы неизбежны, как природное явление. Поэтому я рад, что вы с ним уже познакомились совсем. И еще некоторое количество новых сущностей, персонажей тоже будет постепенно внедряться. Вы уже видели наш чудесный колодец, уже видели, с нашим новым персонажем-демоном. Здесь мы просто еще посмотрели, насколько качественен может быть контент, да? То есть не просто лоупойн. А вот здесь такие интересные решения, действительно хорошо проработанные штуки, как бы они очень сливаются с реальным миром практически, да? Вот. Добавление различных игрелых механик нас, скажу, с вами ждет. В замке мы сразу же, как только, ведем и протестируем вместе с вами нашу регистрацию прямую, сквозную. Я думаю, что мы со следующей недели протестируем. Может быть, к концу недели, мы, так, если не слишком брать, то у нас через неделю точно мы уже начнем с вами тестировать однобашенные замки, их работу и возможности приносить уже как бы серебро и так далее. А можешь более подробнее рассказать, вот как будет именно строиться, ну, то есть понятное дело, что в очередной раз мы подождем и все увидим вживую, но чтобы к чему мы были заранее подготовлены, как это будет выглядеть? Ну, то есть вот человек поставил замок, да, однобашенный для начала. Мы с этого, как мы поняли, начнем. Все объединил домен и так далее. Вот она стоит. И как это будет происходить? То есть раз в сутки будет капать серебро и как будет происходить обмен на токены Аркона? Вообще вот более подробно об этом. Будет, мы сейчас заканчиваем решение. Либо раз в сутки будет капать серебро, либо секундно будет капать серебро. Здесь как бы есть нюансы. Чисто технически мы сейчас смотрим, что лучше выбрать. Ну, вы фармите карточки на Ральти Гарбен, например, там такая есть история, где баллы накапливают в секунду. Ну, посмотрим. То есть в данном случае это для вас не так принципиально, а для нас это в большей степени система контроля и учета, чтобы если, условно говоря, вдруг решили разобрать свои домены, об этом снова сложить, чтобы мы просто учитывали, что что-то случилось. Не в сутки, как бы, а в тот же момент, как только это произошло. Вот. Но увидим. Сейчас, в сутки, это довольно новое и технологическое, в том числе, решение, поэтому оно, как и любая инновация, оно иногда требует таких движений. Мы к чему-то подходим, что-то решаем, а там, где у нас есть какие-то, может быть, вопросы сложности, мы обходим разными боковыми маневрами, чтобы все-таки решить задачи. Вот. Я вам сразу скажу, мы двигаемся очень близко к дорожной карте, потому что, может быть, вы считаете днями, а разработчики считают кварталами. Так, ребята, мы пропустили всего лишь один квартал, практически ничего страшного. А в новом квартале уже все будет работать. Ну да, здесь с моей стороны просто вопрос, я передаю то, что люди. Я здесь голос народа, голос народа, я отвечаю за общественность, поэтому я не могу об этом не спросить, ребята. Можете меня, конечно, клеймить, но я буду нас всех отстаивать. В Арконе запрещено клеймение людей. Ура! Об этом мы еще договорились с Майкрософтом в самом начале нашей жизни, в 2014 году. Они запрещали нам продавать людей, клеймить людей и заниматься проституцией. Ну, вот это все свято глядем из последних сил фактически. Но Грант был Грантом, моим обещали, как на долларах. Я хотел бы, знаете, что предложить еще наших друзей в фокс-халк, лисичек, Сережу пригласить, чтобы он рассказал, тоже он давно, есть огромный, короче, класс работы, который выполнен ребятами, который в ближайшее время будет запущен. Сергей, ты с нами, если можешь, включите, пожалуйста. Я видел. Так, Сергей, вот я не трубу, пожалуйста. Разрешите говорить, да? Все, Сергей, ты на свете. Так, привет всем. Привет. Привет. Круто. Спасибо большое, что позвали, пригласили. Действительно, очень много чего сделали. Если у разработчиков все это длится квартал, то у нас как-то это все в плане ем, ем, что? Я забыл слова. В общем, быстрее. Не в плане того, что мы что-то делаем быстрее, нет. В плане того, что у нас как-то событий очень много, очень много лисий вот такого шумихи. Мы же FoxHassel, лисий шум. Вот. Постоянно что-то происходит, куда-то бежим, что-то делаем, машем хвостами и все такое. И вот я хотел тезисно рассказать о том, что у нас происходило. Март, может быть, апрель затронул, может быть, затронул февраль. Уже немножко запутался. Но из последнего. Первое. Это активности, конкурсы и опыт. Очень круто и интересно. У нас было это все на протяжении всего марта. Мы очень рады, что студии действительно проявили ответственность. И мы рассчитывали на вас, и вы молодцы. Действительно взяли под свою опеку контент-мейкеров, и теперь все делаете вместе. Мы очень ждем финальный монтаж роликов. Очень интересно посмотреть, потому что было много шортс-роликов. Это все классно. Конкурсы. Будет еще больше конкурсов. Мы так их много сделали. Будем делать еще больше. Очень рады, что вам зашли хроники Аркона. Это действительно повышает выдачи. То есть вы можете говорить всем, что вы в Арконе занимаетесь маркетингом. Почему нет? Вы даже не обманете никого. Это на самом деле так и есть. Потому что чем больше будет этих твитов, в какой-то момент есть шанс, что один из твитов залетит в топ, и нас репостнет Илон Маск. Причем я без шуток говорю, потому что такое возможно. И чем больше твитов будет, тем выше эта вероятность. Дальше. По поводу опыта. Мы скоро будем рассказывать вам о том, сколько на самом деле вы опыта можете получить за какую-то активность, и сколько у нас получили опыты лидера этих активностей. Например, мы недавно считали, и выяснилось, что в хрониках Аркона максимум можно собрать за месяц аж 12 тысяч опыта. А эту сумму уже можно поменять на вкусный NFT. Кстати, да, переходим плавно к Бату. мы за этот месяц не только добавили возможность обмена опыта на NFT, но еще и магазин. Вот. Мы его даже еще не анонсили. Кто-то уже успел в боте разглядеть. Теперь вы можете автоматически менять NFT. То есть, да, продаете свой опыт. И, да, такой момент. Не переживайте, это не скажется на вашем топе, потому что мы разделили опыт, он идет параллельно. Тот опыт, который... с которым вы сремнуетесь с другими, и тот опыт, который вы тратите на NFT. Вот. Еще хотелось бы сказать, что в нашу лисью команду, пока что именно в нашу лисью, в ФХ, пришел Артем. Все вы видели его замечательную модельку с клоуном, которая просто, да, покорила уже, да, мир Аркона. И я верю в то, что этих моделек будет становиться больше. Накидывайте идеи, предлагайте что-то. Может быть, пока что ничего не обещаю, может быть, что-то понравится, мы чем-то вдохновимся и что-нибудь сделаем крутое. Потому что мы заметили, что вы их используете в ваших шортах. Нас это очень мотивирует, нам это очень нравится. Это здорово. А еще Антон у нас сделал АТУП на фоне всех этих блокировок. Мы вам обещали сделать... О, кошка. Привет. Мы вам обещали сделать хранилище некое в ваших видео, чтобы их можно было не терять. И, возможно, мы, кстати, за размещение этих видео там, там сейчас у нас некоторые студии поселились, начали постить свой контент, будем тоже начислять опыт. Это такой инсайт, скажем так. Посмотрим. Но все зависит по большей части от вас. Чем больше будет там роликов, если мы действительно заметим, что мы решили покорить эту соцсеть и загрузить туда вообще все, что у нас есть, то это будет здорово. И сейчас там уже работает, и даже можем автоматизировать выдачу опыта. Вот. Собственно, YouTube, ребята, прикиньте, это клево. Да, мы что-то как-то разогнали. Пошли блокировки. Да без проблем у нас будет свой YouTube. Что там? Колесо фортуны, свой сайт. Вообще все свое. Импортозамещение, так сказать. Поэтому не переживайте. Даже если все сломается и заблокируется, у нас будет своя метавселенная с выходом в реальный мир посредством своих каналов связи, которые не будет возможно заблокировать. Да. Под это, кстати, мы отдельные хосты арендуем, поэтому вообще никак это не заблокировать. Советую всем грузить видео. И барабанная дробь. Мы все-таки тот спойлер, который я вам делал на прошлой АМА, мы его все-таки предварили в жизнь. Очень много у нас работы велось и велось им над чем? Правильно, над игрой. У Евы появится своя собственная игра, вернее, Ева сможет с вами играть. Вы сможете, вот об этом лучше расскажет Дива, передаю ей слово, она у нас как геймдизайнер, у нас целая команда ФХ трудится над тем, чтобы запилить эту игру, очень крутую, но я вот хочу передать слово Диву, она все про это может рассказать, потому что она за нее отвечает. Так, Дива, можешь руку вытянуть, чтобы тебя заметили и включили микрофон. А, все, вот, видно. Всем привет. Спасибо. Да, действительно, мы делаем игру, которая, я думаю, должна быть интересна большинству, поскольку в ней будет не только, скажем, элементы домогочи, то есть забота драконь и всего, всем таком, но и с другими драконами, то есть, получается, если несколько игроков будут играть в эту игру, заботиться о драконах, то вы сможете сражаться с другими драконами и также получать за этот планетный опыт. Игра, как сказал Сергей, будет наша замечательная Еля, что, естественно, упрощает эту игру, потому что там будут удобные для вас кнопки и команды, которые мы, естественно, выпишем. Уже отрисованы спрайты, отрисованы предметы, сама игра в активной разработке. Спасибо нашему программисту Антону, что он этим занимается. Ну, наверное, это все, что я могу сказать об игре, поскольку я не хочу спойлерить, я думаю, в будущем вы все увидите сами, и это все будет в очень скором времени. Да, спасибо большое. В общем, да, мы и делаем тамогочий RPG. Вы сможете выращивать у Евы своих драконов, кормить их не злых драконов. Драконы эти будут вас защищать, и если на улице будет холодно, дождливо, сыро, да и вообще что-то, начался зомби-апокалипс, выходить за сундуками как-то страшно, вы сможете охотиться своими драконами на других драконов и подсобирать опыта, который уже в дальнейшем можно будет обменять на NFT, а может быть, еще на что-то. Ну, на NFT, да. В общем, да, как-то так. Очень много чего сделали, еще больше чего нам предстоит сделать в апреле, в следующий месяц апрель, вот, поэтому активнее участвуйте во всем, вы и так активны, это круто очень, но чем вы активнее, тем больше мы делаем, это нас очень мотивирует, да. Спасибо, Сергей, спасибо Дио, спасибо, ребята, что делают какие-то интересные вещи для нашего комьюнити. Мы продолжаем. Самое главное, что мы должны здесь сейчас понять, что весна начинается, ребятушки, надеюсь, что тепло потихонечку у всех разливается, не в зависимости в какой части земного шара река вы живете, даже если уже там жарко или тепло, у нас здесь на территории Российской Федерации в разных частях тоже прохладно, но ничего, мы растопимся, и самое главное, что со стороны Аркона у нас происходит в разных частях потепление, насколько это возможно. Я лично отвечаю, конечно же, за сообщество, и расскажу, и немножко того, что делаю я вне системы, то есть я выхожу за пределы мета-вселенной, я думаю, вам тоже будет это интересно, потому что, так или иначе, если мы будем даже в своей ячеечке крутиться, хочется, чтобы это становилось шире, больше и больше, за прошедший месяц, опять же, лично здесь, в нашей группе, прошли тоже новые некие стримы, на которых присутствует не так много людей, как здесь сейчас, надеюсь, в будущем такое будет, мы постараемся проводить раз в месяц, в середине месяца некий такой а-ля книжный клуб, но только это будет связано не с обсуждением литературы, а с обсуждением неких видеороликов, возможно, коротких подкастов или чего-то, связанное с темой NFT, децентрализации и так далее, где присутствовал Илья, где присутствовал я, где присутствовали различные разработчики, то есть мы обсуждаем, смотрим вначале некий готовый продукт и потом это обсуждаем. Для чего это делается? Мы повышаем свой уровень эрудированности какой-никакой, чтобы все нововведения, которые происходят в Арконе, для вас не были сложными, то есть я все прекрасно понимаю, что наша задача, как и задача разработчиков, сделать все максимально простым, но чем продукт сложнее, тем его, естественно, и сложнее заложить во что-то невероятно простое, поэтому мы занимаемся дополнительно просветительством, насколько это возможно, в развлекательной форме. А также я хотел бы, я не знаю, кто-нибудь, может быть, обращал или пропустил в чатике, я выкладывал некого 3D-бота, тоже вот на этом столе, на этом фоне такой был 3D-бот, и это я вышел в блокчейн, то он познакомился с ребятами, которые делают достаточно популярный сейчас на платформе данный NFT проект, связанный тоже с 3D, и в их дорожной карте стоит, что у них развитие своей метавселенной, я сказал, ребят, вы, конечно, можете создавать, арконы уже есть, арконы уже есть, мне нужен от вас всего лишь 3D-файл, я поставлю на свою землю, и все все узнают, ну так вот, надеюсь, что в будущем, когда у них получится это, по крайней мере, я занимаюсь неким партизанским маркетингом, сейчас, если вам будет интересно, я в общий чатик, вот буквально, секундочку, скину, где я тоже буквально недавно ребятам на днях помогал проводить АМА-сессию, секундочку, вот, можете глянуть, у них, по крайней мере, 10 тысяч активной аудитории, почему бы нет, почему бы нет, когда ребята получат своих NFT-ботов, почему бы им не зайти точно так же в аркону, как Осовокс и другие метавселенные, метапроекты, пускай к нам заходят, в общем, я со своей стороны продвигаю аркону, насколько это возможно. Надеюсь, что наше сообщество, помимо того, что выкладывает и твиты на русском, английском языке и популяризирует с помощью своих видео и чего только угодно, все это будет расширяться, потому что, ну, кроме как испорченным телефоном мы эту метавселенную не качнем, нам надо всем это все делать. Вот, я очень рад, что весна началась в нашей метавселенной, тепло, радужно и уютно. Согласны? Все верно. Отлично. Ребята, мы почти перешагнули почти в час времени, который у нас, как всегда, отводится на обсуждение всего и вся. Ребята, время поднимать ваши ручки и задавать нам вопросы, насколько это вас интересует, чем больше будет вопрос, тем больше будет разговора, и вот, Каин у нас, поднимая эту руку, привет, можешь говорить. Вероятнее всего, тебе нажать и держать микрофон, если ты смотришь телефон, нажать, держать кнопку и тогда говорить. Всем привет. «Сереброфон» какое-то количество серебра и ты там можешь уже обменять его и сразу автоматически на кошельке это будет видно. Да, Дарума уже говорил, что серебро – это возможно временно какой-то такой вариант заработка, что в будущем там замки дракона и еще что-то будет такое. Но вот именно сейчас вопрос такой. Спасибо. В ближайшее время, ближайший, скажем, квартал или два и карты будут нужны точно. А дальше мы будем совместно с Каминьки смотреть, нужны они будут или мы можем как бы развести. Смотрите, у нас с вами будет как минимум три направления развития именно как бы в игровом контексте смотреть. У нас с вами есть сейчас охотники, собиратели, охотники и собиратели, как предположено любому молодому миру, все начинается с этого. Потом мы все дружно встаем, а четверенько, я прошу прощения, помните, как бы классическую картинку, да, собираемся небольшими группами и начинаем осваивать земледелие, фермерство, а после этого строим города. Да, то есть, по сути говоря, у нас с вами есть охотники, есть фермеры, так как мы будем развивать это направление тоже, есть у нас землевладельцы и владельцы замков, и это по большому счету в перспективе наш самый такой боевой отряд, да, то есть мощная армия, ой, господи, сейчас это неправильно говорить, короче, мощная сила, которая будет развивать свое направление, в том числе игролой, в том числе RPG и так далее и так далее и так далее, и так далее, и так далее, то есть, это будут очень разные вещи, и я думаю, что все те штуки, которые мы сейчас с вами нарабатываем, карты обмена, карты DreamCart, NFT, которые мы запустили, они все будут применимы в достаточное время. Я не могу сказать, как надолго, но опять же, мы не когда-нибудь делаем, что такое, знаете, мы передумали это все выбрасывать, так не работает, можно будет просто переходить из одного состояния в другое, нам нужны карты, они будут нужны какое-то время, если мы все с вами решим, что они уже как бы выполнили свою миссию, то мы заменим какие-то другие NFT, активы и так далее. В процессе будет видно, мир развивается, мы, честно говоря, иногда сами не знаем. Замки и драконы это вообще случайно, как бы раз озарение пришло, что нужно делать, оно пришло еще до того, как был взрыв NFT, не NFT бума, а еще до того, как Марк Суперберг выступил со своей метой, да, и так далее. То есть, мы начали эту тему развивать, и как бы оказалось, что это довольно врублено все это очень интересно. Вот, так что я многословно ответил, на простой короткий вопрос. Спасибо. Я надеюсь, понятно, что будет. Спасибо. Каин, спасибо. Ребятушки, поднимайте руку, если вы подняли, мы ее не видим, я напоминаю, что это пока некий баг в Телеграме, вам нужно перезайти в трансляцию и вновь поднять руку, тогда мы ее увидим. Такая тема до сих пор еще неисправна, даже такой большой компании, относительно нас, большой компании, как Телеграм, но я надеюсь, это тоже будет исправлено. Пока мы ждем ваших вопросов, лично у меня назрел такой, я бы не сказал назойливый, но все равно, как мне кажется, интересный вопросик. Илья, расскажите, что вот в течение ближайших месяцев, ну, например, за несколько месяцев до Нового года и до сих пор, от чего вы все-таки отказались в разработке проекта, ну, как и всегда, да, мы вычесываем камень, у нас образует некая фигура, которая хорошая, качественная, вот что лишнее с того времени, ну, по крайней мере, вот с осени прошлого года, чтобы вы точно сказали, нет, это у нас не сработало, мы это убираем. С технической стороны, так и со стороны маркетинга, здесь, Диан, тебе тоже слово. С технической стороны, может, по-другому работает, мы прокачиваем определенные скиллы, можно сказать, да, каждый раз, когда запускаем какие-то вещи, то есть, проект прорастает возможностями и из одного какого-то нововведения потом целое дерево распускается, мы ничего не отказываемся, мы просто растем. И пока у нас в принципе мы по-моему ничего такого, от чего бы можно было сказать, мы отказались, мы еще не сделали. Еще рано. Я думаю, что мы можем сказать, что мы отказались, например, с учетом сквозной регистрации, мы отказываемся от регистрации имейлов, там, верификации и соответственно у нас ранее была имейл рассылка, от нее мы отказались и поняли, что в принципе она к какой-то пользу не переносит, потому что активные участники, они все есть в соцсетях, а просто получать какие-то новости 100-500 там писем в день, от этого мы отказались. Достаточно на месяц 30-40 как раз отказались. Так что это как раз можно сказать в разработке и это же ушло с marketplace. Оно было, я теперь этого уже не буду больше. а так вот тоже не приходит в голову. Больше это какие-то вещи, которые очень смешно, что рождаются случайно. Вот та же ситуация с этими видеоконтентом уже серьезно, все в студии. А кто-то давно помнит, какие мы смешные алмазики давали просто за то, что начали случайно люди делать скриншоты и видео, просто случайно, это же вообще самозародившаяся история. И мы не знали, а как-то вроде классно, вроде весело, что-то благодарить, осмотреть, к чему пришли. Голливуд вообще нервно курит в углу. Так что у нас как-то оно вот так получается, что мы некоторые вещи сами получаются чуть-чуть, по чуть-чуть трансформируются в что-то большее. Кстати, мне кажется, пока ты задавала просто, кто погибает руку, мне кажется, поднимала Лилия. Юлия поднимала руку, я уже дал ей возможность говорить, просто мы пока обсуждаем, да, уже сейчас Юлия обязательно скажет. Я думаю, что здесь действительно ваша позиция в плане подхода к контенту, развития, она хороша тем, что вы все делаете мелкими шажочками, и лучше делать именно эти мелкие шажочки, чтобы после каждого шага новую направленность для себя корректировать, чем сразу поставить какую-то большую невероятную задел, через него махануть, в чем-то разочароваться, что-то там не получилось и откатываться назад. Лучше по чуть-чуть и опять же наблюдать действительно в первую очередь за нами, как за сообществом, и за активными участниками нетовселенной Аркона. Юлия, привет! Ты можешь говорить, задавай свой вопрос. Здравствуйте, ребята! С первого апреля поздравляю вас. Ребята, у меня такой вопрос. Где можно посмотреть вот эти вот NFT envelope? Rarity Garden? OpenSea? По-моему, нам нужно просто дать адрес envelope, руководителя. Он как раз просил обращаться за вопросами. Они нам давали свои контакты. Мы, конечно, уже вообще сильно в их все темы погрузились, но вот сейчас что-то не то ляпнем. Я прямо сейчас, чтобы не забыть, пока ведется трансляция скилл в час их маркетолога, который предлагал себя для вопросов. Вы знаете, я думаю, в следующий раз было бы прикольно позвать к нам, в гости к нам на наш уютный стрим в следующем месяце нескольких людей, чтобы у нас еще больше было взаимодействия. Мне кажется, это будет вообще просто замечательно и круто. И в таком уже масштабном событии, потому что наши АМА-сессии это что-то уже такое невероятно стабильное, регулярное и постоянно повторяющееся. Поэтому давайте вот такую небольшую себе заметочку в плане стримов тоже поставим, позовем в гости. Отличная идея. Я думаю, так и сделаем. Нам только надо напомнить об этом. Я к вашему услугам. Отлично. Потому что... Велос с удовольствием придет. Я думаю, и Эйва придет. Я думаю, все захотят прийти, конечно. Можно будет делать такую вообще отдельную такую тусовочку в коллаборации. Так что, Юлия, готовьте свой новый вопрос к предстоящему разговору не только в метавселенной Аркона, но и, конечно же, с другими ребятами, которые, я надеюсь, у них почти не будет выбора. Почти не будет выбора не прийти, но будем надеяться, что они действительно к нам заглянут на веселую тусовку. Спасибо за вопрос. Если есть что-то еще сказать напоследок ребятам, конечно же, нам всем можешь говорить. Не-не, спасибо, ребят. Все поняла. И это еще не напоследок, ребята. Все в порядке, продолжаем работать. На всякий случай. После времени лучше всем предупредить. Мы работаем. Супер. Ребята, поднимайте ручки. Еще вот Максим хочет говорить. Да, Максим, привет. Привет. Я отправила контакты инвелопа в канал. Так что, все туда вопросы, Дмитрий, готов с вами общаться. Всем привет. Максим. Привет, Максим. Диана. Привет. Вас приветствую. Мое почтение. Подскажите, пожалуйста, по поводу замков. Вот мы планируем, вы планируете, мы планируем в дальнейшем это все будет дополненная реальность. И как замки, насколько они не будут противоречить текущей тенденции, желанию людей размещать какие-то современные NFT. Может быть, возможно, будет какая-то возможность переделки этих замков дальнейшие, современные строения. Просто немножко, мне кажется, будет не укладываться. здесь игровой кейс я в прошлый раз Макс говорил, что мы здесь отрабатываем с точки зрения самой экосистемы Арткона, мы отрабатываем технологии вообще взаимодействия контента и территории. и когда мы отработаем это будет некая API, в которой мы можем подключать любой контент. То есть мы не собираемся сами воспроизводить большое количество контента. Мы хотели бы как раз, чтобы комьюнити пошло в своей среде разработчиков, а 3D-артистов как замечательный Артем, например, который к нам присоединился как Диэ, который работает, то есть это художник, который делает какие-то интересные вещи. Мы, конечно же, будем заинтересованы, чтобы вы сами создавали собственные конструкции, собственный контент, ну, а на игровых кейсах мы отрабатываем просто взаимодействие. Ну, во-первых, мы привлекаем людей больше в мир. Помните, я рассказывал, я всегда люблю рассказывать историю, что в Петербурге, вообще в России музейное дело началось с того, что в Кунсткамере стоял швейцар, который наливал каждому входящему рюмку водки. Так вот, наши с вами замки это рюмка водки, по сути говоря. Что после этого? Россия стала очень музеифицированной страной. Петербург имеет огромное количество музеев. Москва тоже. И любой город, даже самый маленький, небольшой, то есть там всегда есть какие-то музеи. А началось все с университетки, чтобы просто людей привлечь и показать, что происходит. Вот вы уже постоянные пользователи мира дополненной реальности. многие из вас проводят по нескольких часов в киберпространстве. И это круто, потому что вообще говоря, нигде такого дается. Фактически нету дополненной реальности. Мы с вами это делаем первое. То есть погружение, да, пускают со смартфоном, пускают поиски сундука, но огромное количество контента, взаимодействия, поиск, приключения, какие вот уже есть, они происходят после таких вещей. Так что опять, как всегда, я многословен, прошу простить. А я еще хочу добавить вопрос. Диана, добивай просто что-нибудь. Да, я добью. На самом деле, классный вопрос у Максима. Я хочу сказать, что в принципе замок, это, ну, кто-то любит ретер, да, кого-то тянет вот в этот вот прекрасный век, кому-то хочется поставить какое-то космическое здание. По сути, это ведь просто здание, которое стоит на каком-то количестве земель. И в принципе в перспективе вообще наш контент и наша Вселенная, она будет населяться очень разнообразным контентом по разным тематикам, чтобы каждый мог найти свое. Кому-то приятно видеть старинные замки, а кому-то хочется видеть уникальные какие-то космические грибы, растения и суперсовременные, вот то, что Максим как раз говорит. С одной стороны, мы это предложим в системном контенте, с другой стороны, кастомизировать, во-первых, можно все и будет действительно создать что-то свое. На самом деле это классно, что у всех такие разные интересы и разные предпочтения. Представляете, какая у нас яркая Метавселенная получится. И я просто скажу, что сейчас в очень быстром темпе идет работа у нас в Петрозаводске, да, помните, что это первый город в Метавселенной дополненной реальности вообще и хоть про это как всегда у нас никто особо сильно не говорит, это действительно один из уникальных экспериментов, где целый город был дополненной реальности. Сейчас ребята уже Петрозаводске делают контент и еженедельно добавляют, да, сами уже делают. Мы сделали как бы основу несколько разнообразных моделей, теперь они, собственно, используя наши наработки уже производят контент. Мы посмотрим, то есть это очень интересно посмотреть, когда там уже контент размещается и мы надеемся, что в ближайшем месяце тоже уже будут какие-то фидблэки из Петрозаводска посмотрим. Может быть, только у нас прибавится комьюнити Петрозаводск. Плюс начали появляться люди, которые заинтересованы делать музейные проекты под открытым негом вот наподобие того же самого, что мы увидели с вами Петрозаводского товарища, который рассказывал, гид такой дополен реальности. Вот кажется, что у нас в ближайшее время по Петербургу удачи не может быть такой проект реализован. То есть есть запрос и люди пошли создавать этот контент, чтобы сезон запуститься. Да, короче, мы там земли подадим, а люди сделают свой контент, будут размещаться, продавать билеты на музей живой нормальный с такой реальной. Максим, спасибо тебе большое за то, что ты выразил немножко сомнений, это тоже хорошо для нас всех, потому что мы все люди, мы показываем то, что иногда нам кажется. Я могу дать со своей стороны обратную связь, может быть, я не знаю, кого-то это успокоит, кому-то добавит пищи для размышлений, лично я вращаюсь абсолютно в невероятно разных кругах, и я показываю всегда два видео людям, которые связаны и с NFT большими проектами, вот, например, те же самые боты, которые я показывал, ребята, большая известная компания тоже развивает, в общем, в разных, разных кругах, я показываю два видео, первый я показываю замок, который выкладывался на берегу моря, это первое видео, и, конечно же, я показываю свою фигурку в центре Москвы, два видео, еще ни у одного человека, который был бы в блокчейн-сообществе, чтобы эти два видео не произвело фурор, с учетом того, что ребята видели абсолютно разные, и 3D, и NFT, и невероятные какие-то просто замечательные шидо, всех, абсолютно всех повергает в шок сама задумка, что это все в дополненной реальности, то есть, конечно же, когда мы с вами уже присытились, и для нас уже дополненная реальность в смартфоне у каждого, каждую секунду мы заходим, конечно, тогда, конечно, мы уже начинаем, а здесь замок такой, здесь нужно дрессовать более красиво, а люди, которые вообще как бы еще с этим нифига не сталкивались, для них, ну, наверное, я не знаю, просто условный червяк, который будет что-то делать, это, ну, будет удивительно, но когда ты показываешь замок, вот такой огромный, что у него может зайти, первый вопрос, а что, это прям вот можно потрогать, поэтому я бы, ну, душевно, здесь правильно ребята сказали, что это больше показывается для того, что вы можете просто этим пользоваться, это вот с вашего смартфона здесь сейчас работает, поэтому, естественно, со временем будет все улучшаться, и наш вкус, он будет только развиваться, например, опять же, как я повторялся, на блокчейне Tone, я не знаю, может быть, ребята тоже будут смотреть как разработчики в эту сторону, у них формат NFT позволяет изменять, там, такая функция называется editable, то есть возможность кастомизировать любое NFT, если заложить, так, как вы захотите, почему нет, может быть, ребята пойдут в эту сторону, и вы свой замок уже, до такой степени изменились, что это будет не замок из средневековья, а действительно межконденсационная какая-нибудь там крепость, поэтому я, ну, как бы, не стоит унывать, что все на такой стадии людей на самом деле повергает многое в шок и в таком вот, вот, я надеюсь, нас всех приободрил, по крайней мере, в моем окружении абсолютно разных людей еще никто не кинул претензию, что за отстой, почему все так не современно, ни один так не сказал человек. Ура, мой монолог, он поверх всех шок и все, что мы молчали, супер. Спасибо за ответ, я именно... Максим удивился, наверное. Максим, что-то печатает. Будет ли возможность консервировать свой замок в дальнейшем, чтобы подустроиться, подстроиться под окружающую, так сказать, экосистему, потому что, если рядом с замком стоит небоскреб, то это будет странно выглядеть. И я понял, что Денис мне ответил, спасибо. И второй вопрос, кстати, сами его создали по поводу Петра Заводска. Я так понимаю, там очень много проектов, очень много людей активных, а где они все? Мы их не видим. Да, все верно. Но так обычно бывает. Люди занимаются своими проектами и проекты под огромное количество времени, чтобы выполнить те задачи, которые беременно стоят. Нет, я не про комьюнити говорю. У нас просто, как и в любом проекте, это энтузиасты, которых несколько там человек, две очень активные барышни, девушки, которые занимаются этим направлением и добывают и ресурсы, и людей находят, которые этим занимаются, для них разработчиков, то есть 3D-моделей в настоящий момент. То есть и много работы, поэтому им просто некогда чуть-чуть с нами развлекаться. Чет? Да, у них там большая работа с администрацией происходит, огромная, то есть они там и гранты выбивают, то есть нет совсем возможности в Канаре, но мы на самом деле надеемся, когда они запустят, вот уже сезон туристических ферзаводки все-таки летний сезон, город северный, и мы надеемся, что где-то с мая у них поедут люди и тогда уже... И это люди будут нашими с вами людьми тоже, да, которые будут... Это наши люди будут. Идея такого рода проектов заключается в том, что нам интересно развитие не только технологических как бы там и художественных продуктов создать, нам интересна возможность, которую предоставляют наши партнеры по привлечению людей в мир аркона, то есть если турист идет, то ему нужно скачать приложение, установить на свой смартфон, познакомиться с ним, а поскольку приложение общее для всего мира, то он попутешествует, условно говоря, в городоводск, москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы, краснодарцы, я могу все города России перечислить, перечислить, они вот из такого места смогут приехать не одни, а с арконой и узнать, что в их городе тоже есть этот слой, дополненной реальности, куда они могут прийти и посмотреть, развлекаться вместе с нами, или построить какие-то свои проекты, так это немножко будет развиваться, я думаю, то есть такие территории нам интересно как раз, то же самое с нашими партнерами, с Envelop, например, это тоже, это не то же самое, но это очень близко по духу, да, то есть мы верим, что в связи с такими проектами мы просто сможем таким партизанским немножко способом привлечь в мир аркона новых людей, новых участников, новых жителей, короче, наших с вами, да, можно так сказать. Максим, еще раз спасибо за то, что ты задал свой вопрос, за то, что проявил активность, это невероятно прикольно, мы идем дальше, напоминаю, что мы перешагнули уже за час времени, и я думаю, нам не то, что прям стоит прям совсем резко закругляться, ребяточки, но один-два вопроса, и я думаю, что вечер пятницы у каждого продолжится уже по-своему, может быть, у кого-то даже в метавселенную действительно кто-то пойдет в вечернее время, может быть, у кого-то дневное пойдет что-либо сделать. Пока, ребяточки, кто-то у нас тянет руку, пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста, опять же, из инсайдов, из разных каналов, тот же самый Шреддер недавно обозначил вопрос, связанный с мостом Минклор, да, и Бинанс Смартчейн, что у вас идет а-ля некая своя разработка. Как вы это прокомментируете? И микрофон в вашу сторону. Как это, знаете, как сразу журналисты, что вы на это скажете? Разработка. Подожди, классический, Диана, Диана, классический ответ в стиле Псаки. Прекрасный вопрос. Пожалуйста, следующий вопрос. Да, 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 но нет, так и получится. Ну, хоть что-нибудь, ну, хоть что-нибудь. Ну, разработка идет. Мы не будем пока никакие даты называть все-таки, да, потому что здесь есть много нюансов, связанных с этой вещью. И много чего. То есть не только техническая часть, есть много разных вопросов, которые решаются, и они решатся. Это ваша собственная разработка, собственный мост, да, правильно я понимаю? Да. Не особенно с мостом Минтер. Да. Да. Все, хорошо. Спасибо большое. Так, кто у нас поднимает ручку? Обязательно поднимайте руку. Есть? Сергей. Есть. Привет. Меня светом еще вдало. Вот. Ну, у нас получилась очень бодрая Ама, и, я так понимаю, она скоро завершится. Ну, и раз она у нас получилась такая бодрая, хочется прям вот еще добить информации. Денис, ты, помню, спрашивал по поводу статистики. Было интересно. Мы это, кстати, реализовали, просто еще пока никому не сказали. И хочу немножко статистики по нашему боту, скорее даже по нашему, по нашим вам, нам, что мы творим и сколько это все весит. Во-первых, всего участников, которые общались с момента обновления нашего бота, у нас 2394 человек. Представляете, больше половины вообще всех общаются, и это очень круто. Всего кошельков бота было добавлено 88. Это значит, что более, ну, минимум 88 человек с момента внедрения этой функции нашего веб-3 замечательного участвовали в конкурсах, получали какие-то призы. Это тоже очень здорово. И у людей, у кого больше 500 опыта, тоже скажу, уже 86 человек. А это можно говорить о людях, которые постоянно общаются и что-то происходит. Мы верим, что скоро этих людей будет только больше. И еще одна знаменитая новость, которую мы хотели сказать, но, честно говоря, пропустили. Мы собрали совместно больше миллиона опыта. Если быть точнее, 1 миллион 167 тысяч 187 и 6 десятых единиц опыта. Это очень много. Действительно, это очень много. Если это все перекладывать во время, да, это прям очень много. И это здорово. Вы у нас очень общительные и активные. И я с позволения Дианы, наверное, кое-что еще заспойлерю в плане нашей Евы, что она скоро сможет уметь. Можно? Потому что я думаю, что мы это реализуем до следующей масс-сессии. Хочется такой сюрприз закинуть. Спасибо. В общем, к слову о том, где все те люди, которые что-то делают. 8 человек, минимум 8 человек сейчас занимаются тем, что учат Еву говорить. Да, у нас скоро Ева начнет с вами общаться. Она уже начала вас уведомлять, когда вам пришли деньги. Она научилась их считать и следить за ними. И она вам в личку пишет, если у вас есть кошелек в боте. Кстати, да, это очень удобно. Советую всем добавить кошельки в бота. Мало того, что вы получите за этот опыт, так еще и вам уведомления будут приходить, ни одну транзакцию не пропустите. Про Аркона. Только Аркона. Вот. Так у нас еще Ева будет говорить с человеческим голосом, да? Вот это важный момент. Это не будет какой-то Google Translate, робот или что-то еще. Нет, она прямо вот будет общаться. Причем на двух языках. На русском и английском пока что. Вот такие вот замечательные у нас тоже новости. И это все реализовано будет как игра до конца апреля. Это вот прям точно. Вот. Потом как турецкий-то добавим. Спасибо, что я вам сказал. Мы продолжаем. Спасибо за еще щепотку новостей, что у нас происходит. Ребятушки, поднимайте ручки и задавайте свои вопросы, пока у нас апрельское настроение не притекло. кто поднимает ручку еще раз. Константин. А, Константин. Сейчас найду. Да, 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 да. Константин, привет. Можешь говорить. Тебе надо нажать, нажать, нажать и держать, возможно. Бывает такая ситуация. Алло, слышно? Всем привет, меня слышно? Хорошо? Да, меня зовут Константин. У нас тоже проект ZBoom. Я хотел бы выразить вам огромное почтение за то, что вы делаете. мы тоже занимаемся дополненной реальностью созданием проекта, частично похожего на ваш. На вас равняемся. Узнал о вашем проекте года два, наверное, назад. Вообще, очень интересно было бы, хотелось бы познакомиться лично с основателем. Я сам основатель проекта своего там ZBoom, да. Мы делаем игры дополненной реальности, также цифруем, то есть и у нас тоже метавселенная и хотелось бы дружить метавселенными. Вот, и если это возможно, то как бы можно было с вами познакомиться поближе. Потому что я обожаю ваш проект, он мне очень нравится. Жду не дождусь, когда вы на андроиде появитесь, потому что айфон не люблю, а вот андроид люблю. Вот, ну, хотел бы спасибо сказать вам за то, что вы делаете. Реально вы делаете, ребята, очень крутой продукт, очень крутой. А мы за вами. Мы чуть-чуть опаздываем, но хотелось бы с вами дружить. Да, спасибо, мы будем рады дружить. Вот, мы с Дианой основателей плохо слышно почему-то. Алло. Сейчас получше будет слышно? Да, 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 сейчас лучше. Отлично. Мы с Дианой основателей, одни, двое из небольшой группы основателей. вы можете писать мне или Дианю по вопросам любым связанным таким совместным проектам и с удовольствием мы принимаем участие в различных совместных движениях. Метовселенная это хорошо, я учитываю, что довольно большинство людей после Майкла нашего события. После Цекерберга он покупал его имя А как вас зовут, чтобы обращаться? У вас не написано имя? У меня написано никнейм, я Дарума. Можно обращаться. Никнейм Дарума можно обращаться так. Диана у нас живьем Диана. Все, хорошо. Я напишу Диана. Смотрите, какая классная штука происходит. Прямо буквально в прямом эфире начинается новая дружба метовселенных. Это правда очень здорово. И на андроиде мы уже вышли, так что не надо ничего ждать. Да, я еще не видел. Нет, это очень здорово, потому что например, ребята сейчас пилят тоже крутой продукт. Мой товарищ Алексей из Казани iZX называется у него продукт. Тоже наверняка вы слышали, видели. ОВР тоже мощная красавца тоже сделали. И вы в таких первых рядах стоите. Я просто как-то познакомился с вашим продуктом наверное года два назад. Видел ваше видео там в ютубе, видел как вы шли, с чего начинали, об этом рассказывали, какие у вас были трудности и так далее. Вы об этом открыто рассказывали. Я рад, что вы их преодолели и я рад, что у вас все очень хорошо и прям держу кулачки за вас, развивайтесь. Спасибо. Константин, спасибо за вопрос и за поддержку проекта. Мы переходим дальше. Есть кто еще хочет с нами повзаимодействовать, пообщаться, задать вопросы. Именно для этого мы проводим ежемесячные такие собрания. Владимир у нас поднимает руку. Вперед Владимир, добро пожаловать. Всем доброго вечера. Как меня слышно? Привет, отлично. Да, очень приятно с вами общаться, видеть, слышать вас. И вопрос у меня следующий. Первый вопрос по поводу синих гексов, которые неожиданно несколько месяцев назад появились по всему центру Москвы. Можете более подробно рассказать почему на этом пространстве нельзя охотиться, нельзя видеть контент. Я помню, что говорилось о том, что это уже земля кем-то выкуплена, соответственно, нет возможности именно в этом месте не серебро собирать, не контент видеть. Правильно ли я понял причину и как это стыкуется с тем, что вы наоборот приветствуете прогулки с телефоном по центральным местам крупных городов, а тут получается обратная ситуация. Спасибо вам большое за ответ. Спасибо за вопрос, Владимир. Земли синенькие это не выкупленные земли, это партнерские проекты, которые мы несколько лет назад делили с разными товарищами в Москве, еще в некоторых городах, но так же примерно как сейчас в Петрозаводске. я так думаю, что многие такие синие гексагональные сеточки уже исчезли, если где-то они еще есть, просто давайте нам эту информацию, я точно знаю, что в Москве должна остаться на Красной площади. это наши собственные выставки, которые мы запускали два года назад на 70-летие Победы. Во всех городах России есть выставки советской техники, танки стоят. В каждом из 1100 городов России есть такая площадь в центре города, где есть маленький парад Победы. Собственные это было сделано во-первых по велению души в свое время и по большому счету красивая техника должна быть показана людям, чтобы не забывали даже что случится. Вот насколько я понял по вашим сообщениям у вас там контент не прогружался. давайте подождем может быть просто связь была плохая или еще что-то должно загружаться. И на самом деле в Москве синие гексы практически в пределах всего Садового кольца. А это все-таки значительная территория, это весь центр, который хотелось бы очень охватывать прогулками, но вот сейчас и уже наверное хорошо еще несколько на когда надеться в следующий раз просто скиньте в баг репорт пожалуйста данные, мы там на них посмотрим, потому что не все возможно почистилось. Ясно, я вас понял, хорошо. А что касается Красной площади, тоже недавно я был как раз на Красной площади и пытался увидеть опять же какой-то ваш контент интересный, мне была наводка такая, что где-то рядом с историческим музеем есть такое место, где что-то размещено и к сожалению тоже не получилось этого увидеть, поэтому ну может технически какие-то нюансы, надеюсь, что не рано. А мы проверим, сейчас разберемся с текущими задачами и проверим наши собственные выставочные места и посмотрим, как они работают. А дайте что-то. Спасибо за информацию. Владимир, спасибо большое за то, что вы регулярно используете приложение Аркона и конечно же изучаете Москву вдоль и поперек, чтобы найти что-нибудь новое, интересное, конечно же серебро, это невероятно важно в нашей внутренней игре. Мы переходим дальше, я думаю, что никто не будет против, несмотря на то, что я такой здесь засранец и пытаюсь все быстрее закончить, но ребятушки, регламент есть регламент и так у нас у всех появляется некое чувство, ну помимо качества, конечно же, еще то великое чувство, что ценности. Чем мы ограничены, тем у нас больше ценности, поэтому услышимся. Так, есть еще кто хочет задать заключительный вопрос? Заключительно поднимайте ручку. Будьте последним в этом видео. это будет хорошо. Никого нет? Никого нет? Три, два, один. Есть Максим. Максим, я Максима вижу. Еще раз привет. Когда будет ближайший что? Ближайший что? Ближайший турнир как он не расслышно. Ближайший турнир, честно говоря, после того, когда правильно, хороший вопрос, мы запустим его уже с участием наших гонщиков на андроиде. Поэтому, смотрите, мы проведем с вами на следующей неделе, надеюсь, уже тестирование сквозной регистрации. Если все будет хорошо, то где-нибудь плюс-минус через неделю две, максимум, три, наверное, проведем первый турнир совместно со всеми пользователями моментами. Это будет в апреле. Я думаю, можно сказать так. Отлично. То есть, в текущих четырех месяцев, как минимум, неделях, вернее, в четырех неделях, одна из следующих недель будет сто миллионов. То есть, в ближайшие четыре недели пройдет релиз на андроид? Да. Мне кажется, нужна официальная новость. Мы на это очень рассчитываем. Нет, понимаете, какая штука? Мы сейчас просто андроид не запускаем, потому что там дырка, ее нам не закрыть в текущей версии. И поэтому мы полностью переделываем систему, которая будет связывать аккаунты пользователей с его балансом. Баланс хранится не в дырявых местах, где много уязвимостей, он будет храниться в надежно защищенном месте, до которого они добрают и это будет одна из основ. В принципе, могли бы сейчас уже андроид зарелизить не в тестовом виде, а в паблике, но просто взяли себе время для того, чтобы унифицировать всю историю, но андроид на iOS будет одинаково речь. То есть можно уже анонсировать? Ну, на андроид давно можно, Макс, ты знаешь, просто на нем нельзя собирать серебро. Вот, и мы сейчас эту задачу как раз решаем, это можно будет собирать серебро безопасный на iOS и на андроид. Я уже раз пять анонсировал, просто будет сразу смотреться. Последите за нашими анонсами и это будет абсолютно подоточной информацией. Спасибо. Итак, давайте подведем кратенькие итоги сегодняшней весенней, первой весенней, несмотря на то, что она началась в апреле, но мы как бы помним, что это за март, за март у нас взаимодействие друг с другом и, конечно, вокруг нету вселенной Аркона. По движухе основные хайлайты это, конечно же, то, что у нас проект Аркона засотрудничал с какими-то скрытыми пока американцами, которые точно знают, чего хотят, которые интересуются децентрализацией, которым понравилась технология, связанная со вставками видео билбордов. Очень будем надеяться и ждать то, что они придумают и как они реализуют современную технологию, так что обязательно, обязательно держите нас в курсе новостей, связанных с этой темой. Также мы сегодня все увидели, или потом в будущем вы, если будете смотреть этот эфир в записи, как уже переработанный marketplace взаимодействует с подключением через ваши крипто-кошельки, можно будет там увидеть свои земли, посмотреть на свой аккаунт, в общем, уже все почти вот оно вот здесь уже на пальчиках, ну и конечно же мы как сообщество здесь через различные видео, через твиты, через ВКонтакте и так далее, вперед-вперед, только выше и выше и больше рассылаем, насколько возможно, метавселенную Аркона дальше. Я ничего не забыл, а если забыл, то в любом случае еще раз пересмотрите запись этого эфира, она будет, насколько это возможно, я пропишу тайм-коды, и не забывайте скидывать своим друзьям, знакомым, с кем вы хотите поделиться, что такая дополненная реальность и метавселенная существует, чтобы мы все чаще встречались как бы в жизни, смотрели, что в дополненной реальности, потом убирали, шли пить чаек-кофеек и опять шли собирать серебро. Спасибо большое, Илья, спасибо, Диана, Денис, спасибо. Спасибо, Денис, большое, тебе тоже, да, нас за замечательное видение наших замечательных вечеров. Будем ждать следующую АМА-сессию, но будем уже подготавливать, как я сказал, с вашими партнерами, ребятами, будем приглашать, будет тоже такой некий подкаст-стрим, так что точно также наблюдайте, смотрите за каналом и за группой, старайтесь ничего не пропускать. У нас здесь очень большая и самое главное, главное, живая движуха. Всем хорошей пятницы. Всем хороших дней. Счастливо. И хорошая выхода. Пока.